На первом канале каждые выходные показывают новое шоу «Танцуй» – беспрецедентный по размаху всероссийский танцевальный конкурс. Самые яркие участники из разных уголков страны, от Калининграда до Владивостока, оказались на большой сцене, чтобы на глазах миллионов телезрителей сразиться в грандиозном поединке. Имя одной из участников шоу, которая буквально на днях вернулась из Москвы, хорошо известно многим славянцам. Своими эмоциями от участия в телепроекте она поделилась с нашей съемочной группой. Этот номер просто покорил членов жюри, видавших многое за свою карьеру. Традиционно мужской танец «Лезгинка» в исполнении девушки. Первый канал, большая сцена, популярное танцевальное шоу. И наша землячка, солистка ансамбля «Ритмы планеты» из славянского Кубани Олеся Дениева. Она блеснула на всю страну и доказала, Кубань славится яркими, решительными и талантливыми людьми. Самое главное, что я приехала оттуда и после участия в этом проекте у меня никаких отрицательных эмоций вообще нет. То есть я буквально всем довольна вот этим опытом, общением с лучшими танцорами страны, работа с хореографами. Мне очень понравилась вся эта творческая атмосфера. Я это люблю, в это окунаться. И целыми днями, там, в 8 часов у нас репетиции, потом съемки, там, с 8 утра до 12 ночи, бывает, там, до 2 часов ночи мы сидели. Некоторые там такие у нас были экземпляры, в оморок падали уже, силы теряли. Но, не знаю, это, конечно, сложно было все, но очень все запоминается, и я вообще не пожалела. В составе ансамбля «Ритмы планеты» Олеся Дениева не раз покоряла танцевальная арена краевого и всероссийского уровней. Когда узнала о новом телешоу, появился огромный порыв все изменить и попробовать себя в чем-то новом. И она решилась. Как говорится, кто не рискует, тот не танцует. На первом. Олеся отправила заявку на кассе в шоу «Танцуй», и из 5000 кандидатов стала одной из 320 участников, которые были допущены до эфира. Первая репетиция, да, у меня так сначала, как в тумане. Я, в принципе, повторяю все за хореографом, но в зеркало. Я понимаю, что я еще-то сама вот здесь не переварила. И потом уже ночью с подружкой, она моя помощница, мы с ней там отрабатываем волну. Все в мозгах уложилось, и уже на вторую репетиция пришла, все спокойно, соображаю. После телекастинга, когда за Олесю проголосовали три члена жюри из четырех, она вошла в сотню лучших танцоров. На этом этапе всех участников разбили на группы, в которых им предстояло показать себя в популярных танцевальных стилях, таких как фьюжн, джаз, контент, хип-хоп. Я же тут тоже танцевала и хип-хоп, просто он там специфический такой, лирический какой-то был. Больше там на моторике, вот, например, там, тык-тык-тык, вот так, и это все надо сделать очень быстро. Олеся прошла и в следующий этап шоу, когда были сформированы танцевальные пары, но после этого тура наша землячка, к сожалению, выбыла из конкурса. До самого важного поединка, в котором будут определены 13 пар сильнейших танцоров, ей оставалось совсем чуть-чуть. Может быть, кто-то на ее месте огорчился бы, но только не Олесе. Ведь она просто излучает оптимизм, твердую веру в себя и добро. Это чувствуют и многочисленные поклонники ее творчества. Танцуй, Олесенька родная, и радуй наши души. А кто иначе понимает, ты тех совсем не слушай. В твоих движениях благородство и мощь, и красота, и нравственное превосходство, и мысли чистота. Ты своим танцем показала высокое искусство, и в душах наших всколыхнула любви святое чувство. К родной стране, к родному краю, к прекрасным нашим людям. Танцуй, любимая, родная, поддерживаем, любим. Во время участия в шоу Олесю Дениеву без преувеличения поддерживал весь Славянский район. Но, конечно, главной опорой для нее была ее семья. Родители – хореографы, которым она обязана всем, что умеет. И брат. С ним Олеся танцует в паре, сколько себя помнит. Олеся работает для себя, остальное все само приложится. Просто надо получать от этого кайф. Я думаю, это совет любому танцору и вообще любому человеку, что надо получать то, что делаешь кайф, тогда все будет хорошо. Мы, в принципе, за один вечер с ней, мы так это спонтанно все решили, что нужно поехать попробовать свои силы. Что-то такое, раз, озарили. Я говорю, Леся, а почему бы нет? Почему бы мы никуда не ездим? И показываешь не себя. А вот сидим здесь. Во-первых, опыт работы, вот то, что там вообще внутри, окунуться в эту атмосферу, это много значит. Я рада. Я рада своего ребенка, что она пообщалась, посмотрела, хороший мастер-класс и получила. Олеся Демеева уверена, впереди у нее еще много непокоренных танцевальных высот. Недавно она отправила свою анкету на участие в кастинге другого популярного телепроекта. Но главное для нее далеко не трофеи и кубки. Олеся уверена, жизнь наполнена смыслом только тогда, когда занимаешься тем, что по-настоящему любишь. Хочу всем ребятам пожелать, всем своим любимым ученикам, чтобы вы не забывали свое дело, свою культуру. Всем, кто занимается таким прекрасным искусством, как хореография, продолжайте, работайте, стремитесь к своей цели, мечтайте, а потом стремитесь к своей цели. Алена Лавринова, Александр Косинцын, программа События.